Вместе с интернетом в нашу жизнь все активнее проникают негативные порождения мировой паутины. До определенного предела анонимность, возможность использования псевдонимов, фейковые страницы и аккаунты, а также отсутствие необходимости отвечать за свои слова, развязывают языки троллям и хейтерам. Как правильно дать отпор и не поддаваться на провокации, подскажет сетевой фильтр. Первое. Самое главное – осознавать, что лично к вам действия хейтера не имеют никакого отношения. Все его действия направлены на него самого, чтобы просто снять у него внутреннее напряжение. Рубрики сетевого фильтра помогут разобраться в себе, разделить жизнь реальную и виртуальную, вспомнить о том, что состояться можно не только, зарабатывая десятки лайков и тысячи просмотров. Каждый кубок – это своя история, потому что большинство из них, даже почти все, это с национальных конкурсов, которые проходили в разных городах. Минск, Казань, Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Вся эта география, она стоит на этой полке. И, например, самый большой кубок – это единственный кубок спортивный. Это Московское многоборье, первое место, первенство области Ульяновской. Как не стать заложником сети, расскажет проект «Сетевой фильтр», который можно увидеть на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР» по субботам и воскресеньям в 18.45.